сегодня только вверх начинаем с жима гантели можете сидим можете стоим можете жим арнольда делать либо просто у нас всего лишь один подход надо сделать 12-15 повторений дальше подходим жим лежа доходим до 90 3 подхода по два повторения совмещаю с подтягиванием можно с весом можно с лентой то же самое три подхода два повторения дальше после этого идем на жим лежа 80 процентов один раз до отказа делаем после этого жим гантелей на наклонной скамье 3 подхода 10-15 повторений чередуем это с тягой в тренажере который там стоит называется тренажер камера тяга камера вот так тренажер называется одной рукой его делаем два подхода всего надо сделать вот 10-15 дальше либо кроссовер либо бабочку тоже два подхода 10-15 тяга гантели до либо тяга вот там горизонтального блока делаем тоже два подхода 10-15 повторений французский жим вот так садимся на лавку и вот такое вот выполняем движение три подхода надо сделать 10-15 повторений дальше улове на блоке двумя руками до помните мы делали с нами это движение и такой же улове только лежа на скамье с пленом либо с гантелей и там и там по 2 подхода по 15 повторений чередуем их окей ты что заплакать хочешь погнали Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сила удара в волейболе в первую очередь зависит именно от техники выполнения самого удара. Если вообще сравнивать двигательные навыки, например, в предыдущем видео я разбирал факторы, влияющие на вертикальный прыжок. Там также была техника самого прыжка, но она не являлась ключевой. Все-таки в первую очередь в прыжке, да, все зависит от скорости сокращения мышц. В ударе же все равно первое место надо отдавать именно технике исполнения самого удара. И уже потом и скорость сокращения самих мышц, и также именно сила этих мышц. И что именно сегодня мы развиваем силу основных мышечных групп, которые участвуют в ударе. Играет музыка. Играет музыка. На самом деле я спину лично сам делаю немного по одному подходу, поскольку эта мышечная группа у меня более-менее развита, нежели вот на грудные я делаю побольше, потому что жим лежа сам по себе у меня вообще небольшие показатели, то есть я жму максимум 110 кг на раз, ну это маловато, по сравнению со спиной я могу подтянуться с привязанными 50 кг, это совершенно другое. Поэтому спину я сильно не раскачиваю, а вот грудные я больше уделяю внимание, там, трицепсу. Это мой, это мой, мой. Мой, не стих. Все, до колен, о, послышно. Хорошо. Спасибо, бери по колене. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Моя, мятая. Лучше. Дима. Моя, субтитры сделал DimaTorzok. Торзок. «Моя, макия». Русский. «Моя, макия, макия». «Моя, макия». Русский. «Машка» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касаемо мышечных групп, которые стоит тренировать, если вы хотите прибавить в силе удара в волейболе, то рассмотрев биомеханику движения, это отведение руки у нас, и уже понятно, что это грудная мышца, это широчайшая мышца спины и конечная фаза, да, у нас трицепс. То есть, в принципе, основные мышечные группы это грудная мышца, трицепс и широчайшая мышца спины, которые именно прикладываются к мячу. Все остальное это просто масса, которую вы направляете, в принципе, на мяч. Дайте большую гандель, чрезыкер. Да нормально, это я держу. А, ой, как трицепс заработал. Завтра будет 150 кг в час подавать подачу. Давай, давай, еще, еще. О, что, детка? Да. У меня рожа красная, налитая, я, походу, один здесь гормоны выделяю. Все, мы смеемся. Работаем! Спорт пит, я не верю в это. Я урезаю угли, если мне надо подсушиться. Чиз. Сбадь, я, да! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот и подошла к концу наша тренировка силовая верха тела Что касаемо вообще раскачки верха тела, конкретно для волейболиста То тут вы должны сами для себя иметь какие-то определенные грани Например, у вас может быть различная амплуа, например, либера Вообще-то мне надо раскачивать верх тела Пасующим не всегда, если вы пасующий, не всегда увлекаетесь именно железяками Если вы нападающий, только нападающий, то, пожалуйста, раскачивайте, сделайте себе мощнее, сильнее Центральные блокирующие, диагональные Доигровщики также не всегда вы можете заниматься именно раскачиванием себя Поскольку вам нужно еще в защите играть, принимать мяч И вы должны быть более-менее пластичными А так, всем удачи на своих тренировках До встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok